Казалось бы, нет проще блюда, нежели гречка с колбасой, но как его приготовить вкусно, чтобы крупа была сочная, а колбаса не разварилась? Никакого секрета в этом нет, просто готовьте по моему рецепту. Не забывайте, что на один часть гречневой крупы необходимо два части теплой воды, чтобы гарнир получился сочным и пропитанным. Томите кашу на среднем нагреве и обязательно давайте ей пропариться, чтобы она вобрала в себя оставшуюся в казане жидкость. По желанию в этот момент кашу можно сдобрить сливочным маслом. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте указанные ингредиенты. Гречневую крупу переберите, удалите подгоревшие зерна и пересыпьте в глубокую емкость, залейте водой и промойте, воду слейте. Переместите промытую крупу в казан, всыпьте соль. Залейте горячей водой и поместите на плиту, включите средний нагрев, отварите до готовности примерно 15-20 минут, затем накройте емкость крышкой и дайте каше пропариться еще 5 минут. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. В это время счистите оболочку с вареной колбасы, нарежьте мясное изделие кубиками, мелкими или средними, прогрейте сковороду и влейте в нее растительное масло, высыпьте колбасную нарезку. Обжарьте в течение 1-2 минут до румяности. Выложите пропаренную кашу и перемешайте, обжарьте еще 1-2 минуты и выключите нагрев. Разложите блюдо в тарелки и подавайте к столу горячим, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Продукты и их количество, далее. Колбаса вареная, 300 грамм. Крупа гречневая, 200 грамм. Вода, 400 мл. Соль, 3 щепотки. Масло растительное, 1 столовая ложка. Количество порций, 1-2. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачного дня!